Продолжая тему коррупции, на прошлой неделе в Лондоне состоялся всемирный антикоррупционный саммит. Его главной целью было создание механизмов по выявлению и пресечению коррупции в мире. Британское правительство пригласило на форум высшее руководство более 40 стран. Среди приглашенных был и Петр Порошенко, но в последний момент президент Украины отменил поездку, ссылаясь на неотложные дела. Некоторые мировые медиа расценили такой шаг президента как боязнь неудобных вопросов, которые могли возникнуть к украинскому президенту по его офшорным компаниям и компаниям его бизнес-партнеров. Отсутствие украинского президента не единственное, что привлекло внимание западной прессы в ходе антикоррупционного форума. В преддверии мероприятия премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что форум посетят представители фантастически коррумпированных стран Нигерии и Афганистана. Журналистка Энн Эплбаум в статье «Как США и Британия помогают коррупционерам по всему миру и как мы за это платим», опубликованной 13 мая в американском издании The Washington Post, пишет. «Если уж мы начинаем называть страны фантастически коррумпированными, то нам стоит также включить в этот список Великобританию и США». По мнению журналистки, коррупция в Британии отличается от коррупции в Нигерии и Афганистане. Британцы редко вынуждены давать взятки, а судебная система королевства пользуется заслуженным уважением. Однако, по мнению Эплбаум, за последние несколько десятилетий лондонские финансисты и юристы помогали коррупционерам из разных стран отмыть миллиарды долларов через Британские и Виргинские острова и другие офшорные зоны, которые подконтрольны Британией. А офшорные зоны в Соединенных Штатах предоставляют множество возможностей уклоняться от налогов. Британский рынок недвижимости, как и рынок недвижимости в Нью-Йорке, уже долгое время функционирует как традиционный швейцарский банк, предлагая владельцам, которые хотят скрыть свои имена и источники доходов, безопасно инвестировать в недвижимость. В нескольких американских штатах, в Делаверия, Нью-Мексико, Неваде и Вайоминге, анонимные предприниматели могут зарегистрировать компании, не проходя при этом почти никаких юридических проверок. В ходе антикоррупционного форума Кэмерон заявил, что отныне в Великобритании имена реальных собственников британской недвижимости должны будут указываться в государственном реестре. В январе прошлого года подобные правила также приняли в отдельных штатах страны. По мнению Эпплбаум, таких действий американского и британского правительств недостаточно для искоренения международной коррупции. Журналистка подчеркивает, пока британцы и американцы будут воспринимать офшоры и отмывание денег как проблему других стран, коррупция будет процветать. Проблема заключается в нашем восприятии. Поскольку мы не ощущаем непосредственного воздействия офшоров и коррупции на наши жизни, мы с легкостью можем притвориться, что причина коррупции в России или Казахстане – это в первую очередь нравственная слабость россиян или казахстанцев, а не наша собственная. Подводя итоги, Энн Апплбаум пишет, прежде чем делать громкие заявления, американское и британское правительства должны начать с себя и честно признать, что они делают недостаточно для борьбы с мировой коррупцией. Впереди программа «Шустер лайф будни». Продолжение следует...